Почти половина россиян 23 февраля считают праздником всех мужчин. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом ценными качествами в мужчинах почти треть назвали честность, ответственность и умение держать слово. Также в приоритете порядочность, надежность, ум, доброта и мужественность. Вот с такого портрета идеальных мужчин и начнем нашу программу. Здравствуйте, это КФУ Итоги недели. Сегодня вы увидите. В мире не существует вот таких беспилотников, которые могли бы, скажем, более двух часов летать с грузом более 5-10 килограмм. Им сверху видно все. Какая разработка университетских ученых поможет в георазведке? Выполняю загрузку галазита препаратами. Добро помазать. Как глина поможет улучшить лечебные свойства кремов и мазей? Мы считаем, что если что-то ты видишь, что тебе хотелось бы сделать лучше, бери и делай это. Испытательный срок. Как институт дизайна прожил свои первые полгода? Начнем программу с поздравлений всех тех, кто стоял и стоит на страже Отечества. Прошедший праздник 23 февраля. Символ мужества, доблести и отваги. В этот день чествуют не только военнослужащих и ветеранов вооруженных сил. Для Казанского университета это еще и те, кто вносит свой вклад в обороноспособность страны. С помощью разработок, научно-технических исследований и интеллектуальных кадров для страны сейчас поддержка научного, экономического, производственного потенциала станет важнейшей задачей. И ее надо будет решать сообща и ученым, и промышленникам, и финансистам. И вот одна из разработок казанских ученых, которая должна стать прорывной в геологии. Речь о беспилотнике, оснащенном специальным программным комплексом, который ускорит сроки геолого-разведочных работ. Комплекс измерительных средств, установленных на дроне, способен фиксировать поверхность Земли в виде цифровой модели местности и рельефа. Эти данные необходимы при планировании сейсморазведочных работ. Разработку вели сотрудники Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Разработка предназначена для сложных геолого-геоморфологических условий. Что за комплекс, умеющий считывать сложности рельефа и недр, и где находится опытный экземпляр беспилотника, далее в нашем репортаже. Это вариант съемки трехкомпонентного магнитометра. То есть мы можем мерить абсолютно все три составляющие магнитного поля. Рассчитать суммарный или абсолютный вектор магнитного поля можно благодаря этому устройству. Оно показывает информацию о распределении магнитного поля относительно территории земной поверхности. Магнитометр помогает в изучении геологических, инженерных задач, а также обработке нефтегазовой отрасли. Времена, когда геологи и разведчики месяцами проходили сотни километров, вручную перебирали, тонны породы постепенно проходят. С новыми технологиями на смену приходят мощные компьютеры, спутниковые и навигационные системы, и, конечно же, дроны. Цифровая модель местности отличается от цифровой модели рельефа тем, что у тебя... Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета разработали новую систему сбора и обработки геолого-геофизической, геохимической и визуальной информации. Устройство создано на основе беспилотника. Комплекс должен обеспечить высокое качество сейсморазведочных работ в режиме 3D. А сама разработка предназначена для сложных геолого-геоморфологических условий. Беспилотники адаптированы так, что смогут справляться даже при суровых условиях погоды, низкой температуре или сильном ветре. Мы столкнулись с массой таких проблем, которыми сегодня весь мир сталкивается при использовании беспилотников. Во-первых, это длительность полета беспилотника, подъемная способность. И нам нужны были беспилотники не в виде летающих самолетов, а именно коптеры. То есть те, которые могут зависать, могут решать какие-то задачи, могут более точно определить какие-то поля, измерения провести. И в области этих коптеров оказалось, что в мире не существует таких беспилотников, которые могли бы, скажем, более двух часов летать, с грузом более 5-10 килограмм. Сегодня именно доставка всяких грузов, проведение таких мониторинговых съемок, и при том не очень хорошую погоду, связано с тем, что нужны именно такие беспилотники. Каждая съемка, по словам Дениса Нургалиева, имеет свои особенности. Возможно программирование каждого полета беспилотника, учитывая разновидности условий. Скорость, высота и даже особенности разворота играют в этом немаловажную роль. Беспилотники могут помочь в сейсморазведочных исследованиях. Однако перед этим также проводится предварительное исследование местности, оценивается географическое положение рельеф. И только после устанавливаются необходимые профили, задаются параметры. Правильное планирование позволяет не только получить качественную информацию о недрах, но и сделать сейсмичное исследование экономичным и экологичным. Сам коптер ориентируется по этим антеннам, трем антеннам. Это, кстати, достаточно точно. Перед запуском сначала снабжается дрон. Определяется здание и конкретное количество профилей, после чего дрон летает в автоматическом режиме по заданному маршруту. Каждую секунду по фотокамере происходит замер, а лазерный сканер дает более 600 точек отраженных сигналов. Так получаются различные времена от всех отраженных объектов. Они располагаются от самого беспилотника до поверхности Земли. Итог – детальная карта цифровой модели местности. Благодаря лазерному сканеру можно оценить рельеф и увидеть то, что невозможно без устройства. Мы получаем большой объем данных, после чего происходят различные процедуры обработки, как постобработки в частности. Оценивается положение всех точек, на какой глубине, на каком расстоянии они все делают. Происходит большая процедура фильтрации и так далее. Достаточно большой граф обработки происходит, после чего мы в цифровом виде сможем увидеть цифровую модель рельефа и местности, той территории, над которой мы пролетели. Для реализации проекта были привлечены специалисты из разных сфер – математики, экологи, физики и химики. Сейчас совершенствуется работа системы беспилотника для проведения высокоточных геомагнитных съемок. В дальнейшем в рамках проекта планируются работы, в том числе по электроразведке. Новый программный комплекс успешно прошел опытные испытания и уже в ближайшее время будет внедрен нефтесервисной компанией ТНГ Групп. Словат Мухаммадуллин, Эльвина Минобуддинова, Хафиз Гараев. КФУ. Итоги недели. Первый год работы нового института в составе КФУ. Речь об институте дизайна и пространственных искусств. Новое подразделение было открыто для подготовки профессиональных дизайнеров, которые сейчас весьма востребованы. Причем перечень специальностей здесь довольно широк. Как прошли первые полгода жизни, какие направления ждут новых студентов и как школьники задействованы в образовательном процессе. Об этом поговорим с директором института Кариной Набиулиной. Здравствуйте, Карина Рашидовна. Здравствуйте. Первый год работы института дизайна и пространственных искусств. По сути, уже на экваторе. И вот какие промежуточные итоги можно подвести? Да, институт создан совсем недавно, но уже некоторые промежуточные результаты мы можем озвучить. Безусловной моей гордостью как руководителя является наш коллектив. И сегодня у нас 60 человек. Это основных сотрудников нашего института, это основное место работы, это доктора архитектуры, доктора технических наук, кандидаты архитектуры, это известные практикующие архитекторы и дизайнеры. Вот это моя команда, это предмет моей гордости. Высоко квалифицированные кадры рядом. Ну и, конечно, наши ребята. Первый год работы, прошлым летом мы набрали около 250 человек, там чуть больше. Это ребята, которые очень мотивированные, это ребята, которые очень талантливые. В средний балл у нас, у нас ведь есть творческий экзамен, а есть ЕГЭ, да, два экзамена. В средний балл у нас это 87,5, это очень высокий балл. У нас 47 золотых медалистов, 9, 100 бальников, ребята, у которых 100, 100, 100 баллов. И это очень ценно для нас. Вот это вот сообщество, которое удалось нам сформировать за этот период, ну, на мой взгляд, это основная ценность сегодня у нас в институте. А как решается вопрос инфраструктуры? Все-таки создать с нуля новый институт, это задача, ну, прямо скажем, непростая. Все верно, да. Сегодня ребята преимущественно занимаются в корпусах Казанского федерального университета. Это Таташтан-2, это Бутлерово-4, это Межлаука адрес, ну, и налево Булачный, конечно, тоже. То есть все наши локации, это самый центр города, это, в общем-то, один кампус и пешая доступность. Что касается лабораторий, то здесь у нас особенная радость, потому что те лаборатории уникальные, которые мы планировали в этом году, это лаборатория вычислительного дизайна и цифрового производства, это лаборатории, которые связаны с иммерсивностью, лаборатория Шкала, они сегодня укомплектованы оборудованием. И уже в этом году ребята будут иметь возможность заниматься в этих лабораториях. У нас, конечно, первый, второй курс, ребята, поэтому это будут основы, азы проектирования, связанные с предметным промышленным дизайном, связанные с иммерсивностью, со светом, со звуком. Но, тем не менее, у них будет возможность уже заниматься преподавателями вот в этих лабораториях, которые оборудованы уникальным оборудованием. В первом семестре институт запустил проект арт-отряды, когда студенты помогают в ремонте своих же комнат в общежитиях. Какие еще, может быть, подобные проекты готовятся? И как вообще идет процесс в рамках работы арт-отрядов? Мы считаем, что если что-то ты видишь, что тебе хотелось бы сделать лучше, ну, бери и делай это. Поэтому мы зашли в общежитие, там живут наши ребята, ребята из других институтов, и мы сделали проект творческий. Как же можно вот ту среду, где ребята находятся, сделать чище, комфортнее, привлекательнее? Я думаю, чтобы проект получился. Отдельный этаж выглядит очень достойно, и проект, я думаю, что будет продолжаться, потому что получил хорошие отклики. Но еще для нас важно было, чтобы ребята имели возможность, ну, трудоустройство, ведь для них это была не только творческая работа, но и оплачиваемая оформительская работа. Да, это первый курс, это несложная работа, но они придумывали свою концепцию, разрабатывали, они ее защищали, они ее воплощали в жизнь. Пусть это оформительская работа, но она была в свободное для них время, и еще для кого-то она уже оплачена, кто-то оформляет документы и оплачивает. Это не очень большая сумма, я сразу скажу. Кто-то получил 1015, кто-то получил 1040, но тем не менее это их труд, это их первый проект, портфолио, и это достойная творческая работа. Ну и для студентов, я думаю, все равно это значительная сумма, да и тем более, что сами же ребята там же будут жить, по сути говоря, и живут. Да, они живут в общежитиях, и еще небольшие зоны в кампусе Казанского федерального университета ребята тоже оформляли. Вот перед нашим интервью я зашел на сайт института, посмотрел социальные сети и увидел, что у вас вовсю началась работа в рамках приемной кампании 2022 года. А что предлагаете абитуриентам, как их привлекаете? У нас широкий спектр программ. Мы у себя очень хотели бы видеть самых талантливых, самых работоспособных ребят, поэтому мы смотрели для разных категорий. У нас есть программа для заочников, тех обучающих, кто не имеет возможности, кто не живет в Казани, может приезжать только на отдельные сессии, а в остальное время заниматься удаленно. Это дизайн интерьера. Есть у нас программы для обучающихся, которые днем работают, а вечером имеют возможность приезжать и заниматься у нас уже в кампусе очно. Это motion design, очень популярная программа. И это искусство архитектуры, то есть это новое наше направление, которое мы вводим у нас. Как вы знаете, известные архитекторы преподают, кандидаты архитектуры, поэтому в этом году у нас запускается программа, связанная с архитектурой. Есть программы очные для тех, они 4 года продолжаются, а не для тех, кто, конечно, нагрузка очень большая, поэтому они посвящают все свободное время обучению и вот практикам, и такого рода проектам, как, например, арт-отряд. Здесь у нас архитектурное пространство и дизайн среды. Есть также блок, связанный с архитектурой. Есть дизайн интерьера, предметный и промышленный дизайн. То направление, которое мы развиваем, это как раз ребята, которые вот в этой современной лаборатории будут самые актуальные знания предметно-промышленному дизайну получать. И есть две программы, они, конечно, очень дорогостоящие, наверное, те программы, куда бы я своего ребенка отправила учиться. Это дизайн, коммуникативный дизайн. Здесь у нас программы есть на русском языке, есть программы на английском языке. Они будут знать прекрасно графический дизайн, UR, VR дизайн. Они будут предметно-пространственную среду проектировать. У них очень высокая нагрузка, у них очень много занятий, они идут очень плотно. Но, тем не менее, это направление, я думаю, что в жизни такие специалисты будут очень востребованы и высокооплачиваны. Здесь две программы. Почему? Одна программа на русском языке, другая программа на английском языке. Сегодня мы понимаем, что для представителей творческих профессий вообще не существует границ территориальных. И многие ребята, многие наши преподаватели уже сегодня сотрудничают и работают с зарубежными бюро. И когда студент обучается сразу на английском языке, то, безусловно, это другая терминология, это другое вхождение в среду, в такой вот мир творческого человека без границ. Поэтому мы думаем, что эта программа очень будет востребована. А как обстоят дела с подготовительными курсами и магистратурой? Подготовительный курс сегодня запущен, ведь в творческие вузы, чтобы поступить, необходимо сдавать рисунок. Это особый линейно-конструктивный рисунок. Здесь необходима подготовка. Поэтому у нас есть курсы, как оффлайн, вы можете к нам приезжать, они проходят на Кремлевской два раза в неделю. Также можно проходить в онлайн-режиме. Информацию можно получить на сайте школы искусств. Онлайн-курсы очень популярны, ведь человек получает полноценную обратную связь, находясь у себя в своем городе, не приезжая сюда. Магистратура также у нас представлена двумя программами, они очень актуальны. Первая программа – это дизайн и пространственные искусства. Здесь у нас максимально индивидуальный подход к каждому человеку, и мы понимаем, что это уже другая ступень образования. Поэтому здесь индивидуальный подход, индивидуальная образовательная траектория по направлениям связана с архитектурой, связанная с дизайном. Вторая программа – это педагогическое образование. Здесь мы говорим также о том, что это будет очень важно и интересно, и полезно для преподавателей, которые занимаются дополнительным образованием, для садиков, детских садов, то есть там, где профессионально работают с детьми, занимаются и развивают у них творческие навыки. Это магистратура уже по педагогике. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу, ну и успехов в работе. Спасибо. Над повышением эффективности лекарственных препаратов работает старший научный сотрудник лаборатории бионанотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии Светлана Коннова. Она разрабатывает композитные наноматериалы с противовоспалительной и антибактериальной активностью. Благодаря наночастицам действие мазей станет еще более эффективным при лечении серьезных заболеваний артрите, подагре, мигрени. Мы продолжаем цикл репортажей о молодых ученых Казанского федерального университета, которые ведут свои разработки в рамках грантов или являются получателями российских и республиканских именных стипендий. Что нашла Светлана Коннова в, казалось бы, обычной глине? В нашем репортаже. Данная конструкция будет использована для загрузки как раз в нанотрубке галоазита препаратов, которые у меня указаны в работе. Это противовоспалительный бупрофен диклофенак. Светлана Коннова работает над компонентом, который улучшит свойства обезболивающих и противовоспалительных мазей. Для этого используют нанотрубки глинистого материала галоазита, или, как говорит ученый, обычной глины. В них, как в контейнеры, она помещает противовоспалительные препараты и гупрофен и диклофенак. Основная трудность, я думаю, заключается в том, чтобы обеспечить высокую загрузку данных препаратов в трубке, то есть повысить эффективность в дальнейшем для дальнейшего использования. Свойства нанотрубок галоазита позволяют лекарственным препаратам продлевать свое действие. Они не впитываются в кожу, работают как магнитные контейнеры для лекарств, удерживают вещества на своей поверхности и внутри себя. При необходимости освобождают загруженное, но очень медленно. У нас лаборатория занимается уже давно таким наноматериалом, как галоазит, нанотрубки галоазит. Они имеют форму ополой трубки и в него можно оптимально загружать различные вещества. И мне пошла идея загрузить как раз вот эти противовоспалительные препараты, которые снимают, ну, используются в лечении воспаления, отек снимают, снимают отеки. Подобные исследования в медицине проводятся по всему миру. Нанотрубки галоазита применяются для создания костных имплантов как противоопухолевое средство косметической индустрии. При этом галоазит – один из самых распространенных глинистых минералов, а значит, не требует больших финансовых вложений. Получается порошок, биопорошок, до загрузки он также биопорошок и после загрузки. То есть визуально они не отличаются. Зато внутри другое дело. Помимо совершенствования свойств препаратов, Светлана Конова расширяет спектр их действия. После загрузки я планирую сделать модификацию, то есть уже создать антибактериальные трубки, то есть планирую модифицировать эти загруженные трубки уже наночастицами серебра. То есть они будут содержать противовоспалительную активность и антибактериальную активность. То есть потом также еще по ней покрывать биополимерами, которые обеспечат постепенно выход данных препаратов. По словам Светланы Коновой, деклофенак и ибупрофен – эффективные средства для облегчения воспаления и острой боли при ревматоидном остеоартрите, подагре, синдроме бартера и других заболеваний. Особенно эти препараты востребованы при болезнях опорно-двигательного аппарата. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире от нарушений и болезней костно-мышечной системы страдают более полутора миллиарда человек. На данном этапе я только пока выполняю загрузку галазита препаратами. В дальнейшем планирую провести микроскопические анализы, анализ эффективности загрузки препаратов в трубке и анализ структуральных частиц после модификации. Когда именно выйдут улучшенные мази и кремы – неизвестно. Сейчас важно разработать технологию серийного производства нового компонента для противовоспалительных и обезболивающих препаратов. Салават Мухаммадуллин, Луиза Сагитова, Эльмира Замалединова, Александр Кузнецов. КФУ. Итоги недели. Как уйти от суеты будней и снизить уровень тревожности? Советы психолога. Далее в программе. Проведением подобных мероприятий мы еще больше продвигаем и Казанский федеральный университет, и те программы, которые мы реализуем. Казань – молодежная столица организации исламского сотрудничества. Как КФУ будет задействован в церемонии? Он оставался популярным поэтом на родине даже во время Холодной войны. Мятежная душа. Кого называли турецким Пушкином? Уникальную нейронную сеть для фиксации землетрясений разрабатывают ученые Казанского университета. Программа будет применяться в районах с интенсивной разработкой полезных ископаемых. Определение времени вступления сейсмических волн – одна из фундаментальных задач в сейсмологии. Решить ее можно за счет использования специализированных алгоритмов. По ним можно судить о возможном начале локальной сейсмической активности, процессах микротрещинообразования в геологической среде. Разработку ввели специалисты научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». О том, что еще произошло в Казанском федеральном университете на этой неделе, расскажем в дайджесте. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Его провел Дмитрий Таюрский. Здесь рассмотрели пять вопросов, в том числе по присвоению звания доцента, выдвижению кандидатуры в члены корреспондента РАН и также утверждение регламента конференции работников и обучающихся. В КФУ стартовал процесс защиты институтами дорожных карт развития в рамках программы «Приоритет 2030». Первыми свои проекты представили сотрудники Института социально-философских наук. Заслушал их в Рио ректор КФУ Дмитрий Таюрский. Он отметил, что университету необходимы прорывные технологии, способные вывести вуз на качественно новый уровень и повысить его конкурентоспособность в мире. Это и есть пример того качественного скачка, вот того проекта, который мог бы быть таким флагманом. Вот это действительно новая технология. Казанский федеральный университет станет площадкой для мероприятий молодежного форума организации исламского сотрудничества. Об этом стало известно во время визитов КФУ президента молодежного форума Тахи Айхана. У нас сейчас учатся порядка, наверное, около тысячи ребят, так или иначе связанных со странами, которые входят в организацию исламской конференции. И я думаю, что проведением подобных мероприятий мы еще больше продвигаем и Казанский федеральный университет, те программы, которые мы реализуем, в том числе в Институте международных отношений. И, безусловно, это на пользу и научному сотрудничеству. В День защитника Отечества о своей службе в армии рассказали сотрудники КФУ. Так, руководитель службы по обеспечению внутреннего режима Сергей Городничев поведал об участии в боевых действиях в Афганистане. Декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский служил в 1985-м в 12-й отдельной армии ПВО. А директор Института филологии и межкультурной коммуникации проходил срочную военную службу в ракетных войсках стратегического назначения. Эта неделя оказалась богатой на события. Информационное поле в буквальном смысле взорвалось от количества сообщений, новостей и видео. В том числе многократно возросло количество случаев распространения фейков и недостоверной информации. Роскомнадзор предупредил средства массовой информации об ответственности за публикацию ложной информации. Административная ответственность за это – штрафы до 5 миллионов рублей, вплоть до лишения лицензии, блокировки и работать в качестве СМИ. Однако те ресурсы, которые работают по лицензии средства массовой информации, и так знают об этой ответственности. Распространение недостоверной информации в большинстве происходит в мессенджерах и социальных сетях. Одни передают непроверенную информацию непреднамеренно из-за страха. Повышенной тревожности. Другие делают вбросы специально. Мы тоже просим, не ведитесь на провокативные видео. Оценка любым событиям придет позже. Мой коллега Леонид Толчинский проанализировал интернет-пространство и остановился на главных событиях недели. И снова с вами «Смотрите сами». Продолжая тему, не могу не вспомнить, что проблема фейков в информационном пространстве уже не раз обсуждалась в нашей программе. Однако острые критические ситуации, складывающиеся в мире, из раза в раз подтверждают и актуальность проблемы нескончаемого фейкомета и, увы, пока неспособность эффективно противостоять этому. Напомню, что фейки, как ложь, как искажение действительности, существовали всегда в истории человечества и играли порой заметную роль в деле разжигания войн, конфликтов, ненависти. Тут средневековье особо отличилось. Но с приходом цифровой эпохи проблема фейков стала просто кричащей, причем в прямом и в переносном смысле. Прежде всего, потому что возросли скорости распространения лжи на огромные территории и на большие массы населения. Во-вторых, многочисленные платформы для размещения медийного контента стали общедоступны. И вот тут, что называется, понеслось. Не сильно много, но и немало людей во все времена несли чушь и ахинею у себя на кухнях. Сплетники и паникеры всегда были завсегдатами общественных процессов. Но им никто и никогда не предоставлял публичные, плохо регулируемые площадки для словесного блуда. Нейросети позволили дополнять этот блуд еще и массой подложных фото и видео. А дальше все по законам психиатрии. Кричащие сплетни и ложь всегда привлекают к себе внимание. Возле тех, кто не вполне дружит с фактом, со знаниями в целом традиционно собирается масса зевак, а в случае с цифровым пространством – френдов. И вот уже тысячи и тысячи людей за дня в день вынимают фейкоматом, которые не несут за свои проделки никакой юридической ответственности, которые заполнили часто анонимно все медийные платформы, объявили себя аналитиками по всем земным вопросам и гонят-гонят пургу. А бизнес-модели социальных платформ позволяют еще и при наличии большого количества зевак, френдов неплохо зарабатывать. И вот уже фейконосители мнят себя лидерами мнений и пытаются под свою ложь выстраивать тех самых френдов и требуют повышенного внимания к себе со стороны решателей. И ведь что решатели, что френды часто ведутся. Наступает эпоха массового психоза, преобладания нерационального, бездумного над рациональным. Возникает животная потребность выделиться из толпы френдов. Заявите себе. Сети предоставляют для этого уже зомбированным на фейках и лайках необходимые инструменты. Хочешь прокричать что-то первым? Показать свою особость. Впендюре на свое фото чей-то флажок, значок, птичку, крикни, что тебе больно или стыдно, обознать черный кружок, ну и так далее. Все это усиливается. И тут же, простите, я о своей наболевшей теме, крайне низким уровнем образованности, который становится все более массовым. Я уже вспоминал про британского министра, который путался в истории и в географии, обладая дипломом Оксфорда. К слову, еще один коллега, ее коллега на неделе, фиканул про сражение его земляков в XIX веке в далеком для Британии Крыму. И даже гордо под лайки таких же знатоков британских университетов обещал вновь поддать россиянам. А ведь, зная он историю, то молчал бы в тряпочку, ведь именно в той войне, где Крым так и остался российским, родилось выражение, ставшее крылатым на столетие – пушечное мясо. Именно таковым себя увидели соотечественники министра на берегах Черного моря в ходе той Крымской войны, где полегли массы английских аристократов. В феврале 1945 года после Ялтинской конференции Балаклавскую долину посетил Уинстон Черчилль, последний из поистине великих премьеров Британии. Он возложил цветы к обелиску, где погиб один из его именитых родственников – крови граф Мальборо. В 2001 году во время своего визита в Украину памятное место посетил принц Майкл Кентский, брат королевы Великобритании. Так вот, в Балаклавской битве английская аристократия обогатила военную историю термином «пушечное мясо», как производное от шекспировского «пушечный корм» из хроник Генриха IV, уточню, что у министра Уоллеса, который все вот это говорил, в кармане диплом престижной Королевской военной академии в Санкт-Херсте. А вот на выходе оказался обычный фейкометатель истории своей страны незнающей. Справедливости ради, надо сказать, что и наше, ориентированное на западные модели образования, не прибавляет исторических знаний молодежи и уж точно лишает их системного мышления. И вот мы уже наблюдаем рост психозов не только в мировых, но и в родных соцсетях и мессенджерах. С чего весь психоз? Будем разбираться дальше и уже без участия зомби. Они свою миссию выполнили. Клоунов на разбор полетов не приглашают. Так, во всяком случае, изначально рассуждают генералы информационных войн, которые наряду с кибервойнами сегодня полыхают по планете. К чему все это? К тому, что и дупые эффекометатели, и те, кто под флагом аналитики, не имея на то ни капли знаний, ни грамм понимания, не обладая критическим и системным мышлением, несут массы подстрекательский, переполненный истериками, эмоциями контент, в определенных жизненных ситуациях начинают играть марионеточную роль. Они качают общество, нагнетая в нем злобу, ненависть, уводя от трезвого анализа ситуаций. Ну, как в том же средневековье, только на цифровых платформах. Да и выполняют они, в принципе, ту же роль, что павшие неясно за что в далеких землях британские аристократы. Не пушечного, но цифрового мяса. Непростые события минувшей недели показывают, что пока ни власть, ни медиаспециалисты, простите, ни психиатры, еще не нашли способ противостоять этому. Или предпочитают игнорировать, в надежде, что само рассосется. Тема, увы, сложная, ее очередное обострение, возможно, ускорит, наконец, начало ее детального обсуждения и решения. Пока же будьте самодостаточны в своих позициях и берегитесь фейков. Всем доброго! 26 февраля отмечается необычный праздник, День неторопливости. Впервые его отметили итальянцы 15 лет назад, чтобы показать, нужно уметь спокойно наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент. Как правильно ощутить все прелести бытия, особенно в столь непростое время, мы поговорим с психологом, доцентом Института психологии и образования Инной Кротовой. Здравствуйте, Инна Вадимировна! Здравствуйте! Рада вас снова видеть в нашей студии. И вот как в суете будней вспомнить про искусство «Медленно жить»? Конечно, мы сейчас все поглощены обществом. И там, где мы находимся, иногда не дает нам вспомнить, что на самом деле этот человек управляет тем, что происходит вокруг него. И, конечно, искусство «Медленно жить» — это то самое первое создание, что мы можем влиять на те процессы, которые происходят вокруг нас. А вот для чего нужна остановка в обычной жизни? Ну, или в работе, например? Ведь нас всегда учат во что бы то ни стало достигать своих целей, идти куда-то в светлое будущее. Остановка нужна. Конечно, не нужно бояться остановки, ведь это та часть пути к той самой цели, к той самой мечте. Самое главное, что как раз в момент остановки мы сможем проанализировать наши ресурсы, то, что сделали, и то, что будем делать дальше. «Поспешишь людей насмешишь, утро вечера мудренее, я подумаю об этом завтра». Эти заповеди, насколько эффективны вот в наше время? Заповеди, поговорки актуальны как никогда. Можно даже вспомнить книгу с прекрасным названием «Думай медленно, решай быстро». То, что сейчас требуется от нас, для того, чтобы мы как раз могли воздействовать, не чтобы на нас воздействовали, а мы оказывали это воздействие. В той же Италии придумали медлительный марафон, символические штрафы слишком спешащим прохожим и другие шутливые акции. Что, на ваш взгляд, лучше всего может переключить человека на медленный темп жизни, работы хотя бы на один день? А вообще, в идеале, маленькие привычки уже на каждый день. У итальянцев, кстати, очень хороший пример. Единственное, для того, чтобы сделать эту привычку, нужно проводить такие дни или обращать на темп своей жизни чаще, чем раз в год. И нам пытаются показать, что то, что происходит, оказывает на нас воздействие. Здесь четыре шага. Это принципы и закономерности психологического воздействия. Заражение, подражание, внушение и убеждение. Для того, чтобы сформировать привычку, мы как раз можем сформировать для себя то самое заражение, необходимо вспомнить или все время подпитывать свою положительную эмоцию. Подражание мы можем взять на вооружение авторитеты, образы, которые положительно влияют на нас, которые нам нравятся. Внушение можем придумывать себе слоганы, призывы, которые будут мотивировать каждый наш день. И убеждение как раз то, что обращается к нашему разуму. Сейчас люди испытывают ежедневную большую информационную психологическую нагрузку. Как с этим справляться? Дайте, пожалуйста, несколько простых, но все-таки эффективных советов. Кстати, у нас два месяца назад было озвучено как раз исследование, результаты нашего масштабного исследования, которые были проведены в институте. И они были связаны с тем, что были обнаружены личностные характеристики людей, которые умеют справляться с информационно-психологическими перегрузками. И представляете, там очень интересные качества. Первое качество — это ценность, которая ставится на первое место, активность и красота. То есть из всего качеств, из всего перечня ценностей ни материальное обеспечение, ни здоровье, ни комфорт именно были выбраны или выбираются то, что дает как раз наслаждение от жизни здесь и сейчас. Второе качество — это самоценность, принятие себя своими недостатками и достоинствами, конечно. Третье качество — это умение отстаивать свою точку зрения. А четвертое качество — это смелость. То есть те вещи, которые как раз и мы должны взять и можем взять уже сейчас на вооружение. Как родители должны вести себя с детьми в таких ситуациях? С малышами и подростками? Думаю, здесь все-таки разный подход. Если мы говорим о детях младший возраст, ранний возраст, то они как раз как реагируют, как они познают этот окружающий мир? Через заражение и подражание получается. То есть то, что будет исходить от родителей, то, как будут себя вести родители, это будет и оказывать самое большое влияние на деток. Те, кто постарше, к ним как раз можно уже обращаться через внушение и убеждение. Но лучший для подростка авторитет это друг, родитель, друг, который, конечно, вселяет эту уверенность, вот он механизм внушения, и который потом рассказывает, как нужно реагировать. В Казанском федеральном университете учится большое количество приезжих студентов, которые в силу последних событий оказались далеко от своих семей. Конечно же, мы говорим про пандемию. У них повысился уровень тревожности из-за этого. Как побороть свои страхи? уровень тревожности повышается из-за того, что они находятся вдали от своей значимой группы. Психологи говорят референтная группа. И, конечно, что здесь может помочь? Это поддержка. Поддержка со стороны окружения, которая, в свою очередь, как раз и будет той самой значимой группой. Студентам, иностранцам нужно не бояться проговаривать о своих переживаниях. Мы часто, мы простые люди, мы сосредоточены иногда только на своих переживаниях. И когда происходит что-то рядом, мы можем не придать этому должного значения. Так что, в любом случае, если мы говорим о том, как необходимо, как можно снизить тревожность, это проговаривание, поддержка. А вот когда у человека нет возможности сходить на консультацию к психологу, что он должен или может быть может сделать, чем мы можем ему помочь, чтобы снизить уровень тревожности. Необходимо научиться, да, как раз вырваться из этого потока, в котором мы находимся. То же самое обращение к активности и к красоте, о чем мы говорили, да, то есть те люди, которые умеют справляться с информационно-психологическими перегрузками. И в данном случае мы немножко забываем о том, что мы познаем мир через наши ощущения. Первые наши ощущения, они дают тот самый целостный образ. Например, сейчас популярны мемы. Посмотреть на образ кота и погладить живого кота это совсем разные вещи. И, конечно, это как раз то самое обращение к конкретным ощущениям. Почитайте книгу неэлектронную, возьмите книгу в руки, почувствуйте ее запах, потрогайте страницы, и вы сразу ощутите то, что существует вот это соприкосновение со временем. Существует то, на что вы можете воздействовать. И вы взаимодействуете именно с тем, что вам интересно. Ощущения могут быть и слуховые, это своя любимая музыка, да, и получается вообще почаще обнимайтесь, трогайте друг друга, те, кто находится рядом с вами. Мы обнимаем наших близких только минуты праздника или когда сочувствуем, а совсем забываем о том, что мы рядом, что мы все вместе, и это будет помогать. Большое спасибо за интересную беседу. Собака лает, караван идет. Это выражение использовал президент России Владимир Путин во время одного из последних телеобращений. Это поговорка, которую обычно используют в случае готовности продолжать свое дело, несмотря на негативное мнение окружающих и бессмысленную критику. Похожее выражение использовал турецкий писатель Назым Хикмет. Он писал, «Вся история человечества в определенном смысле есть не что иное, как борьба между лающими собаками и идущим караваном». 120 лет исполнилось со дня рождения легендарного поэта, названного по значимости творчества турецким Пушкина. На своей родине он стал легендой еще при жизни. При этом за свои революционные на тот момент взгляды он был лишен на родине гражданства. Часть жизни он провел в тюрьмах, а часть в Советском Союзе. Амир Ахтямов о том, какой след оставил после себя Назым Хикмет. Назым Хикмет Ран турецкий поэт, прозаик, сценарист, драматург и общественный деятель, а также основоположник турецкой революционной поэзии и лауреат международной премии мира. Родился в аристократической семье. С отцовской стороны у него были тюркские корни и черкесские, польские, грузинские и немецкие со стороны матери. Отец, Хикмет Бей, был османским госслужащим. Работал в аппарате Министерства иностранных дел Османской империи. Назым Хикмет родился 20 ноября 1901 году. Впрочем, зарегистрировали его рождение только 15 января 1902. Это и считается официальной датой появления Хикмета на свет. Он посещал начальную школу Таш-Мэктеп в Стамбуле, а впоследствии Галатасарайский лицей. В 1918 году Хикмет окончил военно-морскую академию и некоторое время служил офицером на военном крейсере. Назым Хикмет автор множества литературных произведений и стихотворений. Так, в отделе рукописей и редких книг хранятся две его работы, которые называются «Сборник стихов». Первый сборник выпущен в Москве в 1951 году, второй же в 1953. В июне 1951 года Назым Хикмет решил покинуть страну, о его побеге из Турции написано много. Однако, долгое время не были известны детали этого побега. Благодаря азербайджанскому ученому Джамилю Асанлы были опубликованы архивные материалы, в том числе закрытые документы ЦК ВКПБ, проливающие свет и на побег Назыма из Турции и на его жизнь в Советском Союзе. Творчество Назыма Хикмета очень тесно связано и с Таи СССР. Так, в Казанском университетском журнале «Татарика» была опубликована интересная статья, которая называется «Назым Хикмет и татарская культура». Татары-турецкие литературные связи там анализируются не на хорошо известных материалах XX века, а, напротив, на произведениях послевоенной эпохи. Назыма Хикмета начали переводить на татарский почти сразу, после его окончательного переезда в СССР. Уже в 1951 году поэт Шайхи Манур перевел стихотворение Назыма Хикмета «Горькая свобода» и впоследствии в Казани активно переводили и издавали на татарском языке поэзию и прозу турецкого классика. Так, в 2005 году Луара Шакерзянова перевела самую известную пьесу Хикмета «Легенда о любви». Несмотря на репрессии и запрет творчества Назыма Хикмета в Турции, он оставался популярным поэтом на родине даже во время Холодной войны. Официальный запрет его стихов был снят в 1965 году. Через два года после его смерти. 3 июня 1963 году в 6.30 Назым Хикмет умер от сердечного приступа. Он был похоронен на московском Новодевичьем кладбище. Его могила до сих пор остается объектом массового посещения. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Хафиз Гараев, КФУ, Итоги недели. «Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто тогда рассеет мрак?» писал Назым Хикмет. Мрак обязательно рассеется. Если вам кажется, что мир перевернулся, то, возможно, он повернулся лучшей стороной. Просто вы об этом пока не знаете. Берегите себя и близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин